Часто спрашивают Андрею, хочу найти хорошего учителя в своем городе. У вас знакомых нет людей, чтобы там качественно, хороший, чтобы учитель был? Я всегда улыбаюсь на эту тему. И вот буквально, по-моему, два дня назад тоже после лекции подошел человек, говорит, Андрей, ты здесь недалеко живу, у вас в Геленджике хороших учителей йоги знакомых нет. Вот я заулыбался и попробовал ему как бы это все дело объяснить. Понимаете, в чем дело? Что такое хороший учителя? Вот в вашем понимании. Который адекватный опыт. Понимает, что йога занимается для духовного развития, а не для того, чтобы... Хорошо. Поверьте, это все вторично. На самом деле, лучший учитель, это не тот, который имеет большой запас знаний, который вас будет там учить чему-то суперважному. Самый лучший учитель, это тот, вот никогда не догадаетесь. Который берет часть кармы вашей на себя. Ну, это вы совсем по-взрослому. А если рассмотреть такой вариант более-менее мягкий, лучший учитель, это тот, который будет на своем примере своих ошибок учить вас, как нужно поступать, это самое важное. То есть, поясню, что я имею в виду. Когда перед вами какой-то человек делает какие-то вещи, которые вы считаете не самые правильные, и вы видите на его примере, что он делает не самые верные вещи, вот это и является вашим самым лучшим учителем. Учиться нужно не тому, чему вас учат, а что вы увидите за самим учением. У учителя нужно оценивать по тому, как он живет, а не по тому, что он говорит. Есть люди с великолепной памятью, которые прочитали большое количество книг, и просто, знаете, как это от зубов отлетает, совершенно правильные умные вещи. Но это совсем не значит, что это хороший учитель. Хороший учитель, он будет помогать вам решать ваши кармические проблемы. Это вот самая большая трудность. И мало кто из учителей за такое будет браться. Любой ученик, для любого учителя, вы не поверите, это колоссальные проблемы. Потому что на первом этапе любой ученик пушистый, беленький, чистенький и хорошенький. Только потому, что он живет в сознании. Если человек начинает пытаться идти внутрь себя, то будут выходить разные проблемы, о которых человек даже не задумывался, что в нем такое есть. На пути самосовершенствования из вашей личности будет выходить разное и всякое. Поверьте, у любого. Приду вам пример такой, чтобы вам было понятно. Я много лет уже, так сказать, помогаю другим людям становиться на путь самосовершенствования и йоги. Ну и, соответственно, недавно у нас весной случился очередной выпуск, ну это в кавычках так называю, выпуск преподавателей. Не те, которые сертификат получили, нет. А те люди, которые были, ну они и сейчас, конечно, есть, но не в этом дело. Просто появляются вокруг меня люди, которые там по каким-то причинам там йогой учатся у нас, там, ну, мы им чем-то помогаем, они чем-то помогают, становятся преподавателем, начинают потихонечку преподавать. И потом, на определенном этапе, обязательно у человека, у такого вот преподавателя начинаются проблемы. Проблемы со мной. Что я не так делаю, не так говорю, неправильно поступаю. И, соответственно, вот у нас, это четвертый выпуск был, вот за 10 лет четвертый выпуск был у нас этой весной. Когда там, ну, допустим, у нас, ну, человек, наверное, 12 из тех преподавателей, которые у нас есть, я пригласил специально четырех, которые уже в кризисе конкретном. И вот с этими четырьмя человеками как бы был разговор. Я выслушивал их претензии в свой адрес, как бы, что, значит, одна сказала, что, я же не помню, что она сказала, тоже меня в чем-то обвинил. Другой сказал, что я не помог им, понимаешь ли, они хотели в каком-то городе провести какой-то, ну, там, какой-то флешмоб, ну, короче, какую-то фигню на самом деле. А я им сказал, что, да вы, пожалуйста, на сайте делайте объявление и делайте. Просто я не буду вам помогать. Меня в этом объявили, что им не помог. Вот они не смогли сделать, но это я не помог. Ну, короче, возникают во внутреннем мире определенные проблемы у человека, которые выливаются 100% на того, кто является причиной, которая не дает в их сознании им реализовать те страсти, которые у них сидят, понимаете? То есть проблема возникает у внутреннего характера. И хороший учитель — это совсем не то, что вы будете думать на первом этапе. А хороший учитель — это тот, который будет, с одной стороны, стоять на страже ваших желаний в вашем внутреннем мире. Понятно объяснил? Нет или очень сложно? Потому что убивают вас те страсти, которые есть у вас. И хороший учитель должен найти методику, который позволит вам контролировать ваши страсти. А на определенном этапе у вас во внутреннем мире накопится очень много вопросов к тому, кто... Ну, как бы объяснить? Я не знаю, это очень, наверное, сложно объяснить, но вы, надеюсь, поняли, что я имел в виду. Почему, допустим, периодически у людей, которые становятся на путь самосовершенствования, возникают проблемы с тем, кто им помог встать на этот путь. Я смог объяснить? Нет? Ну, еще раз объясню. Допустим, там 12 человек. Из 12 человек у 4 обязательно будут проблемы. Это нормально. Это нормальная статистика, потому что на этом пути очень сложно удержаться. Поэтому за последние 4 года, ой, 4 года, за последние там больше 10 лет, наверное, с 99-го года, это вот сейчас сколько получается, то есть первые ребята, которым мы начали помогать, встать на путь самореализации, как бы начали готовить преподавателей йоги, они, соответственно, где-то с 99-го года были. Был первый выпуск, потом второй выпуск, потом третий, вот этой весной частично был четвертый выпуск. Ну, это я для себя просто так называю. Я это просто... Для чего я это вам все рассказал? Для того, чтобы объяснить. Поймите, пожалуйста, правильно. Путь йоги как таковой, он не так прост, как вам кажется. Вы думаете, что йога — это асаны и пранаямы? Далеко нет. Йога — это контроль себя. И хороший учитель — это тот, который вам поможет. На самом деле это будет очень непросто, и поверьте, мало кому это удается. Поможет вам контролировать самого себя. Да, параллельно, конечно, он еще вам будет про асаны рассказывать, там будет вам пранаямки всякие давать, потому что без этого очень сложно будет себя с энергетической точки зрения контролировать. Понимаете? Короче, отвечаю на вопрос. Хороший учитель — это тот, у которого вы в любом случае будете терпеть определенные проблемы. Мне говорят, буквально вчера пришло письмо Андреи, хочу заняться йогой, какое направление мне выбрать? Я ему говорю, любое. Главное, чтобы это было недалеко от твоего дома, и главное, чтобы ты там занимался какими-то аскезами. То есть, чтобы у тебя был рост, чтобы только в трудностях человек растет. Если вы будете ходить на йогу, и там будете за тренировку делать пять асаны, вам будет говорить, как вы хорошо отстроили свое тело, это к йоге пока еще никакого отношения не имеет. Йога — это когда вы на коврике начнете готовить свое тело для чего? В зале я имею в виду. Для того, чтобы заняться какими-то более стабильными вещами, уже более серьезными. Но медитация — это широкое слово, потому что многие слушатели понимают, что такое медитация. Это вот так, да? Это медитация? Ну, на картинках так показывают. Нет, это не медитация. Медитация с закрытыми глазами никакого значения не имеет. Чтобы дойти до медитации нормальной, поверьте, нужно покорпеть очень-очень много. Поэтому, если вы ищете в своем городе как бы хорошего учителя, то поймите, пожалуйста, правильно. Первые пять лет у вас все равно будут трудности с любым учителем. Любой, поверьте. Вам по карме будут проявлять сам того нежелая все ваши проблемы, которые у вас есть. Но вот вы думаете, что у вас там что-то заставлять будет. Нет, вы просто будете ходить на тренировки, и вам будут говорить, вы просто асаны делаете. Но вы будете делать трудные асаны, вам будет неприятно, вы будете преодолевать себя. Это у всех такой путь, без этого невозможно. Это будет очищение как бы вашего физического и энергетического тела. Только потом, вполне возможно, вы подойдете к тому, что, в принципе, все-таки нужно ум свой начать контролировать. И вот это начнется самое интересное. Тогда будет вылазить разное и всякое, и это будет влиять очень сильно на то, как вы будете жить. Все стили и направления, которые существуют, они практически все об одном. Многие говорят, вот, а вдруг я в секту попаду в какую-нибудь? Друзья, поймите, пожалуйста, правильно. Секта — это лучшая школа. Вот я, конечно, в кавычках говорю, но исходя из того, что на чужих ошибках вы можете накопить самый лучший опыт, то в какие-то секты очень даже полезно сходить и поучиться у них, как не надо делать, понимаете? Более того, поймите, по своей карме вы не можете попасть в ситуацию хуже той, которая вам по вашей карме необходима. Понятно? То есть вы все равно в любой организации, в любом направлении, в любом течении йоги все равно столкнетесь ровно с тем, что вам нужно пережить. Ватой обложиться невозможно. Попытки найти самого лучшего правильного учителя — это попытка убрать за счет авторитета учителя или за счет энергии учителя те проблемы, которые к этому человеку могут прийти. Понятно? Поэтому этого не нужно бояться. Опять-таки повторюсь, к моему большому сожалению, люди не до конца понимают, что вся их жизнь — это есть школа. Ваша социальная жизнь, ваши проблемы дома, в семье — это действительно ваша школа. Когда вы пытаетесь где помягче усесться и как повкуснее поесть, вы просто не до конца понимаете, что это, наверное, не самое лучшее, чем стоило бы заниматься вообще. Но стандартно человек ищет, где теплее. Правильно я понимаю? То есть где получше. Но это не имеет никакого отношения к йоге. Йога — это преодоление себя. Себя вы будете продлевать только в тех случаях, когда попадать будете в не самые простые ситуации. А эти непростые ситуации ваша жизнь вам и будет давать. Без этого невозможно. Вот по этому вопросу какие-то вопросы, комментарии. Кто со мной не согласен, что нужен правильный учитель с правильной, корректной отстройкой асан и так далее? Зачем вам вообще нужно? Учитель. В первую очередь для эго, для вашего эго, без учителя. Есть такое мнение, что только гениальные личности могут пробуждаться сами и без учителя развиваться. Это личности типа Будушки Емуни, Иисуса Христа, которые развиваются. А так мой опыт показывает, что любой человек, он рано или поздно упадет в амбиции, впадет в амбиции, где гордыня будет ему рулить. Очень много гордых йогов. Очень. Это вот самые страшные болезни, когда человек развивается, развивается, и потом в эгоцентризм влетает. И крайне трудно туда потом человеку выйти. Очень гнуться можно хорошо, великолепно там аскезы для своего тела из-за гордости делать. Это позитивно. Я не говорю, что это как бы плохо. Но когда человек в гордости находится, у него нет сострадания к окружающему миру. Это проблема. То есть такой человек становится эгоистом по сути. Потому как человек без сострадания, он, как белка в колесе, будет бороться с одними и тем же проблемами, к моему большому сожалению. Продолжение следует...